Я тебе вот хочу сказать, что если в каком-то далеком или недалеком будущем мы представим себе сцену, как судмедэксперты осматривают найденное на обочине истории тело России, то очень легко будет представить себе, какое будет сделано заключение судмедэкспертами. Они наверняка напишут, что летальный исход был вызван огромной пробкой, забитой глубоко в задницу этого замечательного тела. Просто пациент до такой степени боялся умереть от поноса, что несколько переборщил с этой затычкой. Дело в том, что ничего другого они сказать не смогут. Мы видим, что страх революции настолько силен, что, вот думая, что его можно остановить, ее можно остановить вот этими затычками и запретами, по количеству запретов Россия практически сравнялась на сегодняшний день, например, с Ираном. Причем вот по поводу затычек я же не придумал ничего сам. Это в 1936 году испанские партизаны очень любили закачивать цемент через прямую кишку своим противникам, после чего их отпускали. Но они это делали в отношении врагов. Россия вот этим бредом, который она устраивает, она это делает в отношении себя самой. И вот эти думские вурдалаки, они продолжают шнырять в поисках того, что еще можно было бы запретить и какой еще свободе можно было бы перегрызть горло. При том, что они очень боятся, понятное дело, хоть белорусского, хоть украинского варианта. И в связи с этим становится понятнее, например, реплика Путина, который долго и выразительно смотрит на Симоньян, а потом говорит, что Russia Today это голос правды. Этот голос принадлежит Симоньян. Мне вот всегда с детства было интересно понять, а что такое правда. Теперь я понимаю, что правда это что-то исключительно лживое, значительно более лживое, чем все, что мы знаем. А вот эти энтузиасты, они все мастерят эту свою страшную вавилонскую башню из черепов свободы, из запретов. Вероятно, надеясь по этой башне добраться до того Царствия Небесного, куда, в общем, было указано направление Владимиром Владимировичем. И причем, вспомни, то же самое делал Николай II. И этому дураку Николаю II тоже не приходило в голову, что вот не надо таких безумных ухищрений. Надо просто прекратить расстреливать, сажать, запрещать, унижать, обирать всего-то навсего. Только таким образом революции и останавливаются. Нет. А усугублять штаты стукачей, делать все, чтобы и судьи, и так называемые силовики чувствовали бы еще дополнительную безнаказанность, шифруя их и запрещая делиться о них любыми сведениями об их имуществе, об их именах, скрывать их пол, скрывать их разум. Так, чтобы это были абсолютно обезличенные существа. Но сейчас в России все настолько переполнено жестокостью и злобой, она настолько является мейнстримом. Мы видим, что вот все те законы, которые нам предлагаются, которые определяют нашу жизнь, что воздух, воздух в России становится невыносим. Понимаете, когда вот в небольшом помещении, плохо проветриваемом, пукает один или два, это еще как-то можно пережить. Но когда люди, страдающие тяжелейшим инфекционным метеоризмом, начинают портить законодательный воздух до самой последней молекулы этого воздуха, конечно, это абсолютно нестерпимо. А вот эти законодатели, они именно этим и занимаются. Они именно это и практикуют на каждом шагу. При том, что ты обрати внимание, что огромное количество инициатив, оно порождено действительно людьми с интеллектом, с мышлением, с рассудком карасика. То есть нет понимания того, что... Но это же плоть от плоти народа, Александр Глебович. А те люди, которые пишут доносы на, я не знаю, на любого прохожего, на любого человека, который вообще что-то полезное делает, там, борется с насилием домашним или спасает умирающих детей, на них обязательно кто-то напишет донос. Поэтому больше законов карасика. Ради справедливости я тебе скажу, как ты думаешь, сколько доносов было написано во Франции французами? Великолепными французами, черт побери. Сколько доносов было написано в период... Ну слушайте, сколько голов они друг другу отрезали? Нет, нет, нет. Я имею в виду совсем недавно, во время Второй мировой войны. Сколько доносов друг на друга и наявеев они писали немцам. Полтора миллиона доносов. То есть, в принципе... Слушайте, они сегодня оштрафовали свою мэрию за то, что там слишком много женщин. Ну, это они просто развлекаются. Я подозреваю, что это заигрывание. Но вот надо понимать, что все вот эти законы об иноагентах, законы об усилении ответственности за оскорбления, законы о оскорблении чувств верующих. Вектор — это та самая тюрьма в Иране, где на днях вздернули главного редактора. Только за то, что человек набрался смелости думать иначе, говорить иначе и писать иначе, чем это принято, он был повешен. Никаких других преступлений, никаких других нарушений за ним никогда не водилось и не числилось. Более того, он уехал из своей страны и был выкраден стражами исламской революции, которые привезли и показательно повесили, естественно, с криками там «Рахат Лукум», «Лукум Рахат» и так далее, так далее. Примерно так же они еще поступили с смешной девчонкой, которая гримировалась под голливудскую актрису. Ее обвинили в растлении молодежи. И вот эта вся история с анаагентами, с оскорблениями чувств верующих, она примерно к этому уже должна привести, потому что у любого явления есть вектор. И любое явление не одномоментно у него есть это развитие. И когда-то, если ты помнишь, еще там, не знаю, Иран 60-х годов, это было великолепное, веселое государство с бабами в мини-юбках, с абсолютно нормальными нравами. Я, конечно, не помню, но я смотрела международную панораму, в том числе и с кадрами оттуда. Да. Да.